кэшбэк 10 процентов на все закажите дебетовую альфа карту с вечным бесплатным обслуживанием альфа банк лучший мобильный банк всем привет наши дорогие зрители подписчик канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян я сегодня вас приглашаю в новый интереснейший выпуск который обязательно досмотрите до конца нас сегодня ждет прогулка по всалару нас сегодня ждет шикарнейший закат нас сегодня ждет рандеву нас сегодня же идет набережная в канилкты и нас сегодня ждет место куда слетаются все русские ванлайфер съездим туда в гости по печали в общем ставьте лайки пишите свои комментарии и погнали в новый выпуск на завтрак у нас сегодня смотрите авокадо клубничка рисовая кашка приготовленная славянам мы тут кушаем представляете насенка игры смотри какой дым валит ну да интересно что это такое плита оставили выключен это еще это еще им повезет что они наверно не знаю что выключится если они там были в доме то это такое не знаю нам приехала последняя посылка это гирлянда на окно я конечно такого еще не видел это вот это прям ну это прям провода же но по крайней мере они хотя бы сделали вот эти петельки на шторы здесь еще нас пультиком сейчас будем вешать попробуем представляю вашему вниманию красивые гирлянды что не видите их да вот они кое-как вообще такие мелкие мелкие но здесь не видно ладно сейчас ночь наступит посмотрим как будет смотреться так конечно говнецо какое-то темнота ну неплохо конечно но могло быть и лучше как вам так вот на окошке но вот так вот вместе с елочкой ну мне кажется достаточно классненько съездили мы пошарили здесь по магазинам нашли очень кстати классные аутлеты где собраны все бренды такие ну известные на в которых принципе мы любим одеваться и съездили еще в айкики там в соседний торговый центр и подкупили шматья сейчас покажу такой пакетище получился не знаю килограмма наверное три здесь одежды давайте вам продемонстрирую ну здесь в общем настенки бельишко мальчишкам купили вот такие вот кофты потому что одежда вообще горит просто на них так это чай это не зовут лето это вообще другое так потом настенки купили красивая красивая платьюшка вот такой вот красавица дам будет так чего еще купили короче еще какие-то колготки взяли вот так смирожки взяли наряд вот такую кофточку и вот такие вот штанишки это кстати комплектом шло 240 лир еще взяли парням джинсы так по 99 лир 350 рублей прикиньте красота так и вот вторые и еще мальчишкам взяли вот такие вот штаны вот штаны у нас по по 140 лир вот вот ну собственно вот такие вот наборы оплате кстати вот настенка его взяла это бершка по цене вот пожалуйста 255 лир на три с половиной умножайте ну собственно так вот пошопились самом деле особенно на детях одежда так горит что мне кажется нужно все старое срочно выкинуть засунуть куда-нибудь в котел сжечь и поехать обновляться наверное эта история потому что пацаны наступают интересные моменты в плане что у нас вообще все заканчивается легализованная здесь в турции сейчас я иду в туркцел потому что на днях мне пришла вот это вот смс к можете и дословно перевести но есть вкратце то она означает то что вот 26 декабря заканчивается моя сим-карта и все как бы она будет негодная но вроде как в этой смс также сказано что можно принести какой-то документ и тебе продлят номер через документ тоже не знаю но думаю что нужно сейчас просто пойти туда сходить показать паспорт показать анкету которая подавал на внж и я думаю я думаю опять таки не факт что это так что возможно продлят сейчас хожу все узнаю потому что те из вас то смотрит наш канал тоже будет здесь оставаться вот попадете в такую историю что нужно будет понимание что делать дальше сим-картой это важный момент почему потому что сим-карта нам нужна для того чтобы делать заказы на трейдволе до заказывать плюс ко всему нужно что-то и допустим ты по карте оплачиваешь пусть уведомления тебя приходит и естественно идет через смс код туда приходит соответственно этот номер поэтому симка нам именно это очень нужно я сейчас ее закрою то конечно получится такой максимальный геморрой что нужно везде будет перерегистрироваться и так далее и тому подобное ну и плюс когда ждешь эту карточку и комета туда тоже какие-то смс ки приходят вот ладно сейчас будем решать в общем по симке зашел узнал благо там был чувак который хорошо говорит по-русски он там с этим сотрудником заодно там переводил немножко получается что он говорит следующее что когда будет карточка вот этой комет соответственно можно будет продлить пока продлить нельзя но я ему говорю ну типа у меня же и на внж эта карта и прочим грит тогда она должна действовать потому что начи как ты будешь информацию актуальную получать если грит тут заблочит заблочит я могу ли ну меня типа на карты к банкам все это привязано это этот телефон он грит но сделать значит новые цифры себе и сходи в банк поменяй ну короче ждем завтра завтра ее отключат и заодно посмотрим мы пришли на пляж смотрите здесь круто у нас сегодня обалдеть кто-то вон тарелку бросает людей много кафешки сегодня работают супер вот еще одно кафе тоже функционирует пляж в ту сторону ой-ой-ой какая красота у кто-то здесь даже на машине ездил следы очень круто на закат сегодня мы на закат пришли какая красота у нас правда там тучи такие идут с гор посмотреть аж фиолетовые наверное ближайший час бабахнет хотя не факт мы пошли съемка гулять играем в города с нами родик прибежал пока идем в чем показать отель смотрите он даже находится не на первой линии а просто прям на пляже прикиньте вот люди выходят вот так вот хлопц и все и у них уже пляж смотрите как здорово сколько здесь интересно стоят номера но вообще как знаю на первой линии сейчас все отеля на консервации на зиму вообще классная идея ну да видите они закрыты сейчас руби отель чуть дальше прошли весь такой трындец я не знаю строят это или не строят вот в таком все это виде здесь интересном виде а там дальше идет каменная коса такая видите в море уходит типа аля волнорез там вот рыбаки я вот мальчишам говорю надо порыбачить сходить удочку с собой взять как нет надо зайти в магазин купить крючки привязать ну здесь где то есть вот территория . отеля не пойму то ли он на реконструкции то ли что всякая-то речка говнофечка втекает еще ну вот дошли мы до этой косы смотрите как прикольно здесь бассейн и вот это вот порода камней подводные кораллы какие-то очень прикольно смотрится мусора правда много такое ракушечное какое-то строение как вот плиты да есть типа махмут варе здесь не плиты здесь вот прям такие рельефы уже интересные и собственно вот бассейны ведь такие образуются где вообще вода стоит что там есть живность есть о море какая рыбка вон вот смотри за камень вот за вот этот спряталась вот он стой смотри сейчас я другой стороной подойду вон она вот они с 3 рыбы-то вон они видишь на вот она вот она выглядывает из-за вот этого там увидел вон голова и торчит вон еще хвост от рыбы торчит вон ракушки всякие здесь грибы какие-то здесь магазин ну типа знаете с русскоязычной продукции вот вареники например пельмешки есть есть сметана такие кстати да наша женщина мать с селедка шпроты вот прям написано эти шпроты прикольно о квашеной капусточка есть вот есть сода пищевая приправы вот все по-русски написано всякие рис басмати о гречка пряный ржаной хлеб далее как его есть такой вот хлеб бородинский но мы собственно и решили взять сметанку селедку пельмеши и гречку здесь даже есть бумага туалетные не огромные пачка всего лишь упаковка 4 жулона варите здесь даже есть квас представляете конечно же возьмем 100 лет не пили сейчас домой придем разложим все покажу конкретно по ценам мы дома смотрите но это как бы понятное дело это к русской продукции не относится тем не менее детки взяли взяли сметану вот видите сметана домашняя квас деревенский мать с это собственно да вот эта селедочка у нас продается хлеб бородинский по дороге немножко погрызли пельмени с говядиной но они вкусные здесь реально внутри говядина ничего больше нет они прям классные две пачки они по 500 грамм и килограмм гречки да причем это не как у нас до продается 800 грамм сейчас это здесь действительно килограмм ну и собственно вот по ценам тоже смотрите все это вышло 476 лир 1700 рублей на наши конечно ни разу вообще не дешево прям реально до хрена но вы платите вот пожалуйста вот это вот почти 2000 рублей чисто ради интереса напишите пожалуйста в комментариях сколько выйдет вот у нас такой набор продуктов но по возможности максимальные такие марки как же это вкусно вкус вкус россии здесь все перемещаются вот на таких вот машинка хочу посмотреть 4 750 лир стоит 3 наличие имеются кабины крыши 40 тыс лир 40 тыс лир 45 тыс лир но это новые мы думаем если вдруг осесть где-нибудь что взять такую штуку но скорее всего в аренду идем гуляем смотрите хоть червяк здоровый дождевой дождевой червь это ягуана после туда хочет такого вроде чё классный радион радион классный ну все забирай он просто сидел так черепаха идет вперед сходили мы к морю на закат как всегда традиционно и с балкона досмотрели этот закат посмотреть у нас невероятной краски происходят супер супер и решили что все таки мы сегодня никуда и поедем в ночь то естественно днем мы не поехали что мы будем вставать 5 утра и будем уже непосредственно выдвигаться в анталии так что сейчас быстренько готовим кушать овощной рагу надеюсь у нас получится спать пораньше лечь и надеюсь получится не проспать но об этом чуть позже ты себя снимаешь все выключай кэшбэк 10 процентов на все закажите дебетовую альфа карту с вечным бесплатным обслуживанием альфа банк лучший мобильный банк время 530 у меня получилось встать это было непросто потому что лечь раньше не получилось уснул я только в час ночи и того 4 часа быстро пьем кофе и поехали ехать часа два наверно лучше туда пораньше приехать и там поспать немножко 556 и все все готовы молодцы красавчики темка вообще сам встал заходит ко мне вану говорит папа говорит я проснулся как бы молодец но это я не сам я упал вот так вот специально такой подсунули на посмотрите как у нас темно ух медали давно так не ездили чтобы прям все так светилась подсвечиваться красиво-красиво господи время время 616 чуть-чуть припозднились за бортом вон девять с половиной градусов мне кажется в такое время только мы едем улице еще пустые пустые хотя нет вот кто-то тоже завелся наверное тоже в анталию надо ехать нам почти два часа так первым делом заезжаем в банкомат для того чтобы нам снять денежки тут огромное количество банкоматов нам нужен зират сейчас наличку снимем быстренько наличка нам нужно для оплаты пошлины так есть снимаемые 2 500 именно столько у нас составляет пошлины 160 лир за каждую карточку и комет по 400 с копейками здесь будет точно на взрослого и по 200 с чем-то на ребенка и того почти 2 500 дороги вообще пустые конечно все нормальные люди в это время спят одним мы едем время 10 минут 8 прикиньте еще тепло вообще темнота я не знаю во сколько здесь рассвет вместе с вами сейчас посмотрим чуть позже к тому что даже нет смысла вставать в 7 либо 8 потому что что делать все равно темно видите влево вправо полнейшая темнота до анталии 50 километров осталось прикиньте до анталии подъезжаем 30 километров осталось загорелось что сейчас 4 градуса и моргает снежинка типа осторожней гололед представляете нифига здесь упала температура резко выезжали было девять о смотрите три с половиной обалдеть время почти восемь и начинает светать потихонечку мы уже в анталии едем температура поднялась 11 градусов это какой-то аномальный участок в общем я вспоминаю сколько раз мы проезжали навсегда температура ниже не знаю с чем это связано далее мол справа так мы подъезжаем справа огромная жандармерия так вроде как нам ехать дальше по моему так 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 ага слушайте я даже уже там вижу очередь из людей ха ха так и вот собственно сюда 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 вот так вот вот так вот вот так вот и здесь вот есть такая парковочка парковочка на улице прохладно кто-то в шапках мы всего просыпались всю дорогу спали сейчас они завтракают я быстро яблоко и пойду стоять в очереди чтобы как говорится ничего не пропустили они с 8 30 начинают работать видимо потом начнут запускать изначально мы пойдем возьмем талончик в очередь а потом пойдем оплачивать пошлину я думаю что на пошлину тоже будет очередь как слышал что оплатить пошлину можно даже после того как ты подал документы смысл в том что сначала подашь документы а потом идешь делать телоскопию потом как бы все едешь получается домой но сейчас будем все вместе смотреть буду рассказывать пока славян занял очередь мы позавтракали сходили в туалет да хорошо когда есть в машине и вот такая вот очередь уже организовалась славик он там стоит видите сейчас покажу славянский это просто одеты вы все выходите да я в капюшоник так мы зашли на входе и документы проверили анкеты теперь нам нужно в это вот здание брать талончик для получения ну собственно в очередь встать здесь вот телоскопию делают вон в том здании по-моему которое там оплачивать госпошлину сейчас посмотрим сначала возьмем талон пупуру-пуру да очередь огромная нам дали вот таких целых 5 номерков Сейчас пойду решать за госпошлиной. Пошлину оплатил. Вот такая вот штука. На каждый дается чек. На каждого человека. Вот она очередь. Вот помещение, где оплачивать. Все, я бегу без трек своим. Я только захожу в это здание. После госпошлиной смотрю, и наш номерок уже горит. Прикиньте, прям секунду в секунду. Еще здесь, вот мы сейчас на окошке стоим. Здесь еще нужно подписи ставить в анкетах родителей. Ну, на детские анкеты. В общем, подписали на все документы. Вернули нам всю стопку. Теперь мы ждем талон на телескопию с этими же документами. Заново взял талончик. Неправильно я сказал. Нужно говорить там фингри-принт. А я сказал телескопию. Она мне заново, короче, дала все талоны. Катают пальчики сейчас. Мне откатали теперь на стенке. Делают фотографии в профиле и аботарку. Вот. Ну и, собственно, все. Я думаю, сейчас можно будет идти домой. А Мирошка грызет Автодор. Да? Грызи их, Мирошка, грызи. Очередь, конечно, вообще не кончается. Очередь не кончается. Сейчас время полдесятого. Мы все сдали. То есть за час мы управились. Все. Нас все приняли. Сказали, что срок окончания полного одобрения до 90 дней. Это уже все дело. Можно отследить на сайте. Ну, собственно, будем следить на сайте. Смотрите ситуацию на парковке. Как мне вообще отсюда теперь выезжать, даже не представляю. Она вообще полностью битком. Конечно, вообще трындец. Вон там миллиметраж машины проходят. С места я выехать выехал. А вот что дальше здесь? Попробую разъехаться. Конечно, трындец. Ой-ой-ой. Ура. Так, у нас получилось. Все, едем. Теперь срок одобрения. Полного одобрения 90 дней. Ну, в течение 90 дней. Написали. Вот компания, которая нам подавала. Она написала, что срок отслеживания будет виден уже через 3 недели. В целом все быстро там. На каждого, наверное, человека буквально по 2-3 минуты. Ну, вот если семья. Сколько нас? Ну, минут, наверное, 10, может быть, 12 нас продержали. Вот. Потом пошли, взяли талончик на отпечатки. По одному талону, по одному номеру мы зашли. Нам обкатали пальчики, сфотографировали меня и Настеньку. Детям до 12 лет это делать не нужно. Вот. И, собственно, все. Сейчас едем в торговый центр. Там еще покупки к Новому году. И нужно покушать. А покушать хотим в Макдаке. Вот так вот. Очень соскучились. А еще забыл сказать, что госпошлина вышла 2 500. Мы в последний раз выводили по курсу 4 рубля за лиру. То есть за госпошлину мы отдали аж 10 тысяч рублей. Прикиньте. Я вам скажу так, что в НЖ не дешевое удовольствие на такую большую семью. Ну и плюс еще есть и на тачке здесь оставаться тоже не дешево. Потому что самое интересное там по страховкам, по штрафам это будет уже в других видеороликах. А с Нового года будет повышение абсолютно на всем. Если вы путешествуете по Турции, либо планируете начать путешествие по Турции, сюда приехать, то вам поможет наш авторский гайд, который мы создали специально для путешествий. Там есть наши все маршруты, стоянки, где мы ночевали, советы, лайфхаки и рекомендации. Также он поможет тем, кто собирается переехать в Турцию. Там есть очень полезные контакты. Там даже есть контакт компании, через кого мы собирали и подавали на ВНЖ. Он точно пригодится вам, если планируете задержаться в Турции. Также там есть куча проверенных ресторанов, кафе, магазинов, где сделать карту, нами проверено. И куча всего еще интересного. Ссылка для покупки в описании, цена 990 рублей. Приобретайте и пользуйтесь. А приехали мы в Молов Анталия, собственно, да, торговый, который мы видели изначально. И самый кайф. Идем с Настенкой Гримм, насколько круто вставать рано. Время только 10 утра. Мы уже столько дел сделали, уже столько километров проехали. Вообще от души. Здесь вот всякие кафе, рестораны. Мы хотим Макдональдс покушать. А это центральный вход. Будем заходить именно с центрального. А вот сразу H&M-чик украшено. Вот 2023 год. Ну, пойдемте. Классно еще то, что утром никого нету. Вот, пожалуйста, H&M-чик. Настенка сразу же пошла. А, конечно, конечно, пошла. Короче, шопинг. Сейчас будем тут еще по ценам смотреть. Вот, например, кофточка с блестками. Смотрите, 320 лир. Так, это что такое у нас? Бодик. Бодик, модик, цена. Цена, где цена? Давай нам шопинг проведи, но что-то в самом деле-то. 300, 319. Так, лучше уж кофту-то взять, в кофте теплее будет, точно? По сумке. Так, вот сумки, пожалуйста, по 70 лир. Смотрите, какие сумочки. Вот, пожалуйста, 70 лир. А, нет, 370. Не туда немножко. Сапожки крокодиловые. Вот манекен, пожалуйста. Что-то все черное да зеленое. Почему? Что, цвета закончились, что ли? Да, юбочка. Вот на стенке есть вот такие вот джинсы. Правда, здесь они гораздо дешевле. 230 лир. Даже 1000 рублей. Какие-нибудь 700 рублей. Так, вот юбочка с блестками. Цена на себя. Сейчас там девчонки скажут, 360 лир какие-то. Ага. Это... Почему 1600? Если по 4 считать. Вот плачушка с блестками. Боеточная. Ну, такое просто. Боеточная цена. Ну, цена. 619 лир. 619 лир. Вообще, цены, которые сейчас говорим, умножайте на 4, потому что мы в последний раз выводили по 4. Сейчас 100 лир 3,7, но тем не менее по 4. О, смотрите, какие брюки. Я себе уже платье, кстати, купила. Вот брюки прикольные. О, вот классный тип. Так, 700 лир. Ну, Артем, на чем ты это был? Вот какие сумки. Такую сумку хочешь? Ну-ка, как будет Настенка смотреться? Так, давайте здесь вам по ценам покажу. Смотрите. Молот из Майнкрафта. Это тоже, короче, нерф. Сделали 650 лир. Всякие нерфы большие. Так, 949. Ну, короче, что-то коне. Лего. Покажу вам. Например, какие эти интересные наборы техник. Вот. Три. Три-четыреста. По 9. А, какие есть еще такие прикольные наборы? Ну, типа, вот, Ниндзяга 1600 лир. Ну, вот маленькие такие наборчики. Вот по 149 лир, 149 лир. Вот девчачьи наборы всякие. 770 лир, 750 лир. Ну, такая вот примерно цена. О, лего дупла давайте покажу. Мы вот дупла тоже очень любим. 450 лир, 750 лир. Вот огромный набор. Тысяча. А, ну, 2000 лир. Да, прикольненько. У нас такого сейчас уже, к сожалению, нет. Вот здесь вот есть возможность дарить детям такие еще классные, как, например, аватар. 1800 лир. Красиво украшен торговый центр. Стоит елочка. Правда, она небольшая. Вот как раз, да? Два мужика. Мясота. Так, а насенка опять куда-то пошла. Ну, пойдемте. В общем. А, блестки покупать. Точно. Ну, мам, уже все блестящее будет такая на Новый год. Поэтому вот еще и блестки нужны. Поднялись, смотрите, как пусто. Вот это красота. Наш любимый Тавук, кстати, тоже очень люблю здесь кушать. Здесь большие, огромные такие порции макароны, мясо, салаты. В том году были по 40 с чем-то, сейчас по 90 почти. Видишь, какой пешком. Пошли в Макдональдс. Мы пойдем есть в Макдональдс. Мы же в Макдональдсе в Турции ни разу не кушали, да? Нет, ни разу. В Бургенкинге ели. Ооо, так что сейчас будет тест-драйв Макдака турецкого. Посмотрим, вкусно будет или невкусно, или все-таки вкусные точки. Да, ну, короче, здесь выбор огромнейший, огромнейший, огромнейший. Вон, Бургер Кинг мигает, что-то у них там в Суевской. Так, пойдемте смотреть. А некоторые рестораны, кстати, в Турции вот так вот вывешиваются и блюда, смотрите. Маляжи такие. И ты понимаешь, как выглядит то или иное блюдо. Выглядит, конечно, вообще прикольно. Это самый сложный заказ в Макдаке, который мы когда-либо делали. Вообще друг друга не понимали. У нас вышло на 1500 рублей. Мы вроде как взяли два чизбургера, взяли вроде как два гамбургера, взяли вроде как два капучино, вроде как чикетнаггенсы 9 штук. Взяли еще колу. А где мой этот Биг Мак? А, вот Биг Мак есть. Короче, ладно, сейчас она приготовит, я покажу, что конкретно у нас получилось. Но это было сложно, мы что-то друг друга не понимали. Вот, собственно, нам принесли капучинки, Кока-Кола, чизбургеры 2, гамбургера, Биг Мак мой, чикеннаггенсы, сауса еще какие-то. Вот, собственно, все налегаем, будем кушать. 1500 рублей, короче, это вышло? 1700. А, 1700 даже? Да. Как-то ты печально перечисла. Короче, вообще до хрена на самом деле. Да не, не до хрена, у нас бы так же вышло. Да я бы лучше в Кавук сходил, но хочется Магдака просто, пожрать гадостей. Да, Магдака, мы с вами не едем. Приятного нам аппетита. Ну, а теперь шоппинг от славяна. Так, мы снова в Чендем. Вот такие кофты мне нравятся, смотрите, я взял Симпсоны. Стоит 600, 600, 600, сейчас скажу, 620 лир. Труселя Симпсоны. Стоит 370 лир. Что здесь еще есть? Тапки есть. Кеды. 620 лир, в общем, кеды. Портфельчик. Портфельчик у нас 460. Такой портфель, кстати, классный, ничего лишнего, просто однотонный, как я люблю. Так, кепочки. Вот такие есть. Здорово, Чита. 140. Да. Что там, сынок? Язык, ты будешь? Порешь? О, кстати, носки прикольные, вот. Прингл, держи. Сколько носки? 75 лир. Держи. О, кстати, смотрите, всякие разные носочки здесь есть. В любом декоре. Клевенько. Вот, портфель оливковый. Детей, посмотрите. Смотрите. Смотрите, какие крутые костюмы. Лего. Лего. 230. Смотрите. Пижамки. Это не пижамки. Это не пижамки. А, ну, может, просто штанешь. Блин, да. Это классно. Вон, всякие рубашечки новогодние. Будет такие нарядненькие быть, нарядненькие. О, по три футболки продают. Вот, как мы всегда ее покупали. Три футболки, цена. Это Миронечка, это Мирон. Вот, цена 459. Хотим сходить в кинотеатр, но, увы, наверное, у нас это будет не скоро, потому что здесь все на турецком. Турецкий мы не знаем, да, пацаны? Да. Если только просто ходить картинку смотреть. Ну, посмотрите на эту царевну, как она села в это кресло. Сейчас Настенку будем запускать в космос. Вот так вот. Так, ну и что там? А чего он не работает? Тут надо было карту купить. Так. Ну что? Опа! Все, баланс ноль. У Настенки пошло время. Четыре минуты. Четыре минуты кайфа. На самом деле, мы влюбились в эти массажерные кресла. Массажные, да, наверное, так правильно будет. Когда покупали машину, пока ждали все документы, когда тачку там сделают. Сидели на этих креслах, и они совершенно были бесплатные. Мы вот так вот куповали. Здесь вот стоит 25. Ваши ощущения? Отдыхаю. Отдыхаешь? Мама, а ваш папку поедем? Нет. Наш Мирошка уже тоже в теме. Закинули на карту 200 лир. Пойдем веселить немножко пацанов, да? Здра! О, Мирошка себе тоже выбрал. Держись крепко, Мироша. О, даже в записи есть. Вроде, ну щелкаешь, ты чего не щелкаешь, что ли? Бросай. О, всех сбил. У-у-у, страйк, вообще красава. Мирошеньки оплатили паровозик. Вот так вот. У-у-у. Держись, Мирошка, держись. У-у-у. У-у-у. Так, зашли в медиамарк. Вот 14-й. Вот 14-й. Вот 14-й. Вот 14-й. Айфон на 128 гигов. Настенка, он встал, Настенка. А? Он встал. 31 тысячу лир. Это что у нас? Это 13-й. А это 14-й про. 44 тысячи. Блин, вот клевый. Вот хочу такой. Да? Вот. Мне нужен такой. А, а вот просто 13-й. Нет, 13-й я не хочу. На 425 тысячу. Конечно. Это 13-й. 128, 27, 500. О, Red. Смотрите, как смотрится. Заблокирован. Это тоже 13-й. Короче, это все 13-й. 27, 27, 25. А, это 12-й вообще. Ну, 12-й, не, вообще. Прошлый век. Вот такие ценики, короче. На 4 умножайте. Да, вообще, что-то на шлеме просто. На 4 100, 180 тысяч, что ли? Ничего себе. Теперь моя любовь. Макбук Прошка. Вот, кстати. Это прям вообще идеальный. Такой маленький, вот как надо. И это Проха. По системникам он 16 гигабайт, 256, 30 тысяч лир. Вот, Настен. Кстати, вот этот ништяк вариант. 30 тысяч лир. Почему? 120 тысяч. Но это Прошка. Мощная причем. Какой край? Есть еще Pro M1 60 тысяч. Но это огромный. Он даже вообще не нужен. Вот, за 44. Достаточно неплохой, кстати. Там, здесь же только английский буквы. А, нет. Не подходит. Вот еще Прошка. За 30... Ох ты, это уже М2 процессор, представляете? Но 8 гиговый. Ну так, все истории. Вау. А вот это Air M2. Ой, какие они нежные. Да. 33 тысячи. А, 32 300. Пам, я работал. Слушайте, крутя, конечно. Пам, я его разблокировал. Пам, я разблокировал. Пам, я разблокировал. Ну это обычный компей. Это класс. Нет, это неинтересная история. Мы тут прямо в магазине сели. В Контру рубимся. Ха-ха. Здесь прямо оборудована, видите, такая. Седушечка. Компьютер. Поставим дома на ком сейчас. В Контру порубимся. Окей? На мой. О, да, класс. Мы приехали в Канилкты. Это тоже в Анталии. Решили домой нефть. Решили съездить погулять на набережную. Ну и припарковались вообще в такой локации. Посмотрите, где припарковано огромнейшее количество просто самодельных переделанных автомов. Здесь они прям живут. То есть здесь встают надолго. Здесь вообще огромное-огромное количество. Здесь прямо сейчас туда даже гляньте. Вон туда. Там прицепы, полуприцепы. Короче, что только тут нету. Я прям удивлен. Есть вообще две таких площадки среди вылайферов. Здесь называются, в Анталии прям в городе, это на туалетах. Так как там огромное количество хороших туалетов. И колючки, называется. На колючках, не знаю почему, так назвали. Вот, посмотрите. Вот они все стоят. Припаркованные. Их много-много-много-много-много. Очень много вообще. Вот она, собственно, огромная-огромная парковка домиков и лайферов. А сразу через дорогу, смотрите, просто переходишь дорожку. И здесь огромная-огромная набережная Канилты, которая длится вдоль всего моря. Стой, 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 Роджин. Пошли. Так, ну, собственно, мы это и сделаем. Перейдем и будем гулять сейчас вдоль моря. Здесь повсюду велодорожки, беговые дорожки. Вот она, аллея. Так, вон там море уже. Здесь, кстати, на всей набережной бесплатный Wi-Fi. Такие лужаечки, лавочки. Посмотрите, никаких питонных заборов, ничего нет. Все так красиво-красиво. А вон там вот виднеется центр Анталии. Все на обрывах, собственно, где и водопад Дюден, либо Дюдинские водопады. Поставили такую елку. Просто, видите, нарядили профиля какие-то гирляндами. И смотрится достаточно-достаточно красиво. Пустой пляж. Здесь, кстати, же можно и подзарядиться. На вот этих стойках вот они раздают Wi-Fi. Сегодня очень крутая погода. Утром было, сами видели, сколько. Ну, а потом Настенка сказала, я хочу тепло. И тепло пришло, да? Да. Так же было, верно? Да, и мне нужно еще кофе. В 5 утра вставать это что-то прикольное. Нет, в 5 утра вставать это нормально, Настена. А вот ложиться в 3 и в 5 вставать. Вот это хреновая неделя. Да, очень-очень хочется спать. Здесь есть такая смотровая площадка. Вот, пожалуйста. Под низом это, видимо, переодевалки. Здесь же есть скейт-парк, качели, паркаут-зона, лавочки. Слушайте, вот эта набережная, короче, в Канилхтах, это прям вообще пушка. Вот кто здесь? В Канилхтах. Можно я буду называть Канилхтах? Я надеюсь, вы не против, если я буду называть Канилхтахи? Я не против. Почему? Найдется кто-нибудь против, Слава. Называй правильно. Ну, что ты? Ну, дай поугараю. Что ты, в самом деле? Не местный. Как не местный, ну да. Все, мне не приехала что-то. Так. Вот. Детская огромная зона. Площадка. Вот одна горка стоит и все. Нет, вот это тоже продолжение там идет. Парковка для самокатов. Мне очень нравится, что здесь залито все бетоном. Здесь прям гладкая-гладкая она. Вот прям можно катиться. И, конечно, это очень круто. Вот, пожалуйста, полицейские докопались за туристов, потому что... Потому что просто докопались, не знаю зачем. Я отключился, чтобы это, кстати, не привлекать внимание. Но смысл в том, что они еще что-то проверяют паспорта, фотографируют. Что-то... Ну, короче, проверка, видимо, просто проверка документов. Но это нормально, учитывая, что здесь в Анталии понаехало нас очень много. Вот, поэтому я думаю, что это нормально. Он тут боксом занимается. Вот к ним, наверное, полиция уже не подойдет. Вдруг девчонка промажет. Вот ресторанчик, пожалуйста. Смотрите, как круто. Мне очень нравится, как смотрится Анталия на этих обрывах. Это прям отдельное удовольствие. Да, да. Красивый очень серпантинный вид на море. И вот эта сама дорога классная. Ага. Вот, пожалуйста, скейт-парк. Посмотрите, каким наикрутейшим видом. Вот так вот. Я, к сожалению, оставил свой скейт дома. Я бы тоже катнул бы. А вот Тёмка на Новый год у Деда Мороза попросил скейт. Надеюсь, ему Дед Мороз принесет. Ну да. Потому что если принесет у Деда Мороз скейт, мне придется у Тёмке его брать. Иногда. Ну, хотя бы. Я думаю, что он будет со мной делиться. Да. Однозначно. И здесь, кстати, он тоже залит идеально. Это просто идеальнейший гладкий бетон. И это, конечно, класс. Ух ты. Ничего себе. Неплохо, Тёма, неплохо. Молодчик. Настёнка взяла себе чаёчек-семитик. Вкусно? Угу. Горяченький. А мальчишки вон катают. Вон Тёмка пошёл. Шух. Вот так вот. Аккуратно. Здесь на набережной кто-то занимается. Кто-то семитый ест, кто-то катается. Кто-то проснулся засранец. Не поспал нифига. Кто-то вот накачал сап. Вон парни. Надули сап. И уходят в море. Вот ещё в том году, когда мы жили, я говорил, блин, так хочется пожить здесь. В Анталии. В Канилкты. Есть прям классная движуха. Но, увы, ценники, которые здесь, они неадекватные. Ну и жильё неадекватно, на самом деле, по этим ценам. Поэтому мы туда ближе к Калании. Там, потому что комплексы, инфраструктура, ну, однозначно лучше. Но здесь, возможно, по другой раз. Есть кафешечки. Столики вот так вот на газончике. Ну, классно, атмосферно очень. Далее ещё там куча сейчас всего будет. Я покажу попозже. Ещё мне, кстати, очень нравится, что возле каждого ресторанчика есть детская площадочка. Это вот такая вот прям идеальнейшая забота. Везде вообще, возле каждого. Просто каждого. Нет. О, 100 лир завтра. Прикольно. Можно фреш купить, попить. 25 лир стоит. Фреш. Не хочешь на сонку фреш? 25 маленький, стакан 40 большой. А я хочу. Не получилось только один сок. Все захотели мороженое. Кроме Настеньки. Даже Мирочка с морочкой. Да, сынок? Я хочу сок гранатовый ещё с последнего похода на рынок. Там его не было, а здесь вот есть. Поэтому буду пить. Вот ещё, да, про что я вам говорил. Вот кафе. Тут же площадка. Тут же вот так вот выложен проход к морю. Где-то выложен плитами такими, как эти. Шпалы. А где-то полностью прямо. Прямо, конечно, удобнее с колясочкой. Вот они зарядки, пожалуйста. USB-чика. Воткнулся и заряжаешься. Неплохо. Ещё мне очень нравится здесь на набережной. Так это теннисные корты. Представляете? Просто приходишь, берёшь дружка какого-нибудь или подружку изрубаешься здесь. И всё это дело с прекраснейшим видом. Посмотрите, какая красотища. Ну что? Ну кто мне скажет, какая набережная? И где лучше, чем набережная здесь в Анталии? В Канилкты. Я готов поспорить. А вот здесь, у кого есть саб, можно вот поплавать вдоль вот этих скал. И здесь ещё есть лифт на самый верх, стеклянный. Правда, как обычно, заляпанный. Но, тем не менее, можно на нём подняться. Либо пешочком. Там такой серпантин интересный. Там можно либо ногами, либо на машине, либо на такси отсюда, куда он там надо. Вот он начинается, кстати, как раз. Мы идём обратно. И хочу вам показать вот такую улицу. Она вся из кафешек, из ресторанов. Вот с той стороны показывал чисто площадки к морю. А здесь вот просто идёшь. И всякая различная кухня была узбекская. Это узбекский ресторан, кафе. Плов. Как он назывался? Плов и... А? Вот есть такие туристические магазинчики. Различные. Так, вот уходят туда проулочки на улицу. Тёмик нам сюда. В общем, очень атмосферно. На душе, что здесь только... Нет, мне кажется, здесь на этой улице любая кухня есть. Жара сегодня капитальная. Нагулялись. Пацаны накатались, набесились. Поэтому отправляемся домой. Сейчас заезжаем на Шелл. Заливаем. Здесь, значит, моторин 2250. Едем мы, значит, едем. И решили заехать на локацию Козочки, где мы много дней стояли. Там такая тусовка русскоязычных ванлайферов. Остановились по пути. Вот купили на трассе клубнику. Дорогая. За два лотка там, наверное, 500 грамм. 120 лир я отдал. На рынке она стоит по 40 за килограмм. Вот такая вот локация. Всё получается в соснах. Там море впереди. Воздух здесь, конечно, отменный. Ну и вот так вот здесь огромное количество ребят стоят. Здесь даже собираются они Новый год отмечать. Опа. Так, лужи, лужи. Вот, смотрите, начинается вот такой вот лагерь. Ванлайферов. Вот раз, машина. А вон наши ребята стоят. А. Да. Ну, короче, здесь вообще их просто тьма. Тьма тьмущая. Сейчас надо как-то подъехать к ним будет. Вон они боксом. Ой, как много всех. Вон, вон, вон я их вижу. Ага. Опа. Вон они с боксом. Пап, их только по боксам можно определить. Ой, тут гирлянды какие-то натянули. Да, вон они с боксом. Теннисный стол даже поставили. Вы понимаете, насколько здесь вообще инфраструктура уже у ребят? Так, немного кайфа с другой стороны. Вот так вот, видите, все стоят, стоят. Здесь в основном все русские номера. Так. Еще машина как разрисована ванлав. А, чики, да? Чай будем пить на шишках. Дети сходили, собрали. Саня заварил. Такой турецкий чайничек. Мирошка, вон наелся клубники весь грязный, чай выливает. Что это за человек такой, а? Да? Такой закат суперский. А мальчишки там залипли. Где вы, парни? Здесь. А, играете? Вот такая тут деревня. Видите? Так вот люди живут. И мы так жили здесь. Неделю, наверное. А вот сидим у насенка и говорит, как же я соскучилась. Я говорю, остаемся. Да? Да. Я стою. Вот теперь мы отправляемся домой. Ехать нам целый час. Опять возвращаемся домой в полной темноте. Уехали сегодня из дома. Было темно. И возвращаемся. Уже темно. Такой денек. Видите, пока подъезжаем, уже вообще полная темнота. Решили заехать на вот этот русский магазинчик. И купить русских вареничков. Вкусная здесь продукция. Опа. Поэтому пойду заскочу, куплю. Еще я забыл сегодня показать. На заправке купил масло на доливку. Шелхеликс 5В30. Стоит, прикиньте, 140 лир. Охренеть можно. Фуууу, вот мы и дома. Я уже даже поставил кастрюльку. Водичку. На вареники. Как мы устали. Вы себе не представляете. Представляете. Вот это вот все за один день. Все, что вы сегодня увидели. Надеюсь, получилось очень круто. Ставьте лайки, если не поставили в самом начале. Делайте репосты в социальные сети. По возможности, если можете. Ну и конечно же, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. С наступающим вас Новым Годом. До новых выпусков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok